Несколько лет мы были банком, который, по сути, не зарабатывал ничего. Как только у меня появились деньги, я купил 7 расходов. Да, деньги, наверное, никого не сделали лучше. Они некоторых не сделали хуже, но я абсолютно уверен в том, что они лучше никого не сделали. Я хочу им распорядиться при жизни. Когда случился этот момент, когда зарабатывание денег перестало приносить удовольствие? Один из триггеров была смерть моего партнера. Я вообще достаточно доверчивый человек. Качество, которое, наверное, не должно присутствовать у бизнесмена. Вы думаете, что благотворительные фонды в России могут зарабатывать деньги? Наши семьи, часть семьи не просто любят животных. Животных любят, наверное, больше, чем людей. Привет, друзья, меня зовут Ярослав Бабушкин. Это Forbes Digest. Сегодня у нас редкий гость. На ютубе с ним нет ни одного развернутого интервью. В бизнес-элите он знаком всем. Компания Абсолют, которую он с партнерами основал еще в 90-е, недавно отметила 30-летний юбилей. Мы познакомимся с Александром Светаковым. Номер 49 в рейтинге самых богатых бизнесменов России по версии Forbes за 2020 год. Состояние 2 миллиарда долларов. В самом начале 90-х Светаков зарабатывал тем, что привозил электронику из-за рубежа, как и многие предприниматели того времени, вроде Олега Тинькова, который рассказывал, что челноки тогда возили свой товар в личном багаже через российскую таможню, поэтому привезти много было невозможно. Зато калькуляторы, примерно вот такие, которые покупались в Азии по 5-8 долларов, продавались у нас в стране по 40-50 долларов, 8-10 раз дороже. Товар пользовался бешеным спросом. Александр, я вам привез одну штуку, хотел увидеть вашу реакцию на нее. Смотрите, что у меня есть с собой. Давно вы вообще ее выдержали в руках? Это вот то, на чем вы сделали первые капиталсы, можно так сказать? Это правда, да. Именно на Ситизине. Да, я именно так и подумал. Вы вообще вот, когда последний раз держали такую штуку? Нет, ну, наверное, у меня есть калькуляторы, периодически что-то приходят. Сейчас же айфоны, сейчас же. Да, нет, но все равно, у меня есть калькулятор, кстати, в кабинете, я иногда им пользуюсь так ради прикола. Сколько вы таких штук привезли в Россию в 90-е годы? Ну, знаете, миллионы. Миллионы калькуляторов вот этих вот Ситизен, самых вот банальных. Была такая сталь, были три восьмерки, очень известный калькулятор. А потом, когда у нас в 90-х была серьезная девальвация, если вы помните, у нас бухгалтериям уже недостаточно было там 12-разрядных, я уж даже не помню, там, короче, это, по-моему, были 14-разрядные калькуляторы, которые пользовались просто, ну, каким-то, по записи мы привозили, и, по сути, их там сразу... Из Сингапура тоже? Да, из Сингапура, но это все были, это было, в основном, японское производство, там, или корейское на тот момент. А потом уже начали... Сейчас филипинские. Сейчас, да, сейчас на Филиппинах их делают. А потом мы начали возить бытовую технику, ну, тоже одними из первых, да, и мы первыми привезли, я знаю, миллион чайников. Так, иногда мне там за глаза говорили, что я король чайников. В своей книге «Я такой, как все» Олег Тиньков писал про Светакова. В Шереметьево стояли мои скромные коробки с надписью «Тиньков», а рядом стена из коробок, и на каждой «Светаков», пишет банкир. Рост оборотов продаж привел бизнесменов к созданию собственной финансовой организации. Так, в 1993 году был открыт Абсолютбанк. Спустя 14 лет, в 2007 году, банк был продан бельгийской компанией KBC за миллиард долларов. До сих пор это рекордная сделка в России. В начале 2000-х банк активно кредитовал девелоперские проекты, а бизнесмен с партнерами активно приобретали подмосковные земли. За последние годы Абсолют реализовал 141 тысячу квадратных метров офисных площадей класса «Б» и 135 тысяч квадратных метров офисов класса «С». За все эти квадратные метры Зветаков мог получить около 700 миллионов долларов. И снова бизнесмен попал в точку. В 2020 году доходы от коммерческой недвижимости рухнули. Пандемия коронавируса, самоизоляция, удаленная работа и покупки онлайн освободили и, возможно, сделали вообще ненужными офисы, торговые центры и гостиницы. Совокупный доход участников рейтинга 30-ти крупнейших рантьей России в 2020 году упал на 24%, в составе в 5,8 миллиардов долларов. Группа Абсолют, заработав 190 миллионов долларов, заняла в нем восьмое место. В 2020 году Абсолют продал еще 70 тысяч квадратных метров офисной недвижимости. Среди его инвестиционных проектов есть и стартап «Маффин» – автострахование, без звонков и посещение офиса. Однако из знакомства со Светаковым складывается впечатление, что более всего бизнесмен увлечен благотворительными проектами, среди которых помощь детям и животным, а также образование. К примеру, одна из благотворительных инициатив Светакова. В 2014 году он вложил 800 миллионов рублей в строительство коррекционной школы-интернатов в Подмосковье. И таких пожертвований множество. Об этом мы сегодня поговорим. Друзья, это некий отель где-нибудь в Скандинавии, как вы могли подумать. Мы под Подольском. И это реабилитационный центр «Юна». Приют для бездомных животных, ветеринарная клиника и даже отель для домашних животных. Собственно говоря, центр «Юна» построил миллиардер Александр Светаков. На заметку. Светаков старается как можно реже употреблять мясо. Говорит, вообще буду от него отказываться постепенно. Возможно, мне, да и крупнейшим агрохолдингам стоит задуматься. Ах да, Светаков еще и серфингист. Обожает волны Индонезии и Маврикии. Как вы пришли в бизнес? Мы знаем, что в 90-е вы начинали с того, что возили технику из Сингапура. Расскажите чуть-чуть поподробнее об этом. Я вернулся из армии в 88-м году на второй курс Московского института электронного машиностроения. И поскольку я учился в техническом вузе, и у меня мои друзья и товарищи были из других, в основном технических тоже вузов, в это время началось активное движение по компьютеризации нашей страны, которые на тот момент, это 88-89 годы, это еще был Советский Союз, практически ничего не было. И все, что не привозилось из-за границы, все было востребовано. Начиная от калькуляторов и заканчивая компьютерами. Так случилось, что я познакомился со своим будущим партнером во дворе. Мы жили в соседних подъездах с Глебом Галином. Он, к сожалению, ушел 4 года назад из жизни. И он уже к этому моменту ездил пару раз в Сингапур. И мы вместе с ним отправились в Сингапур. И начали активно оттуда возить электронику. Сначала это было несколько коробочек. Потом это все переросло в большой бизнес. И мы в середине 90-х стали одной из крупнейших, если не крупнейших, компаний по оптовой торговле электроникой уже в России. 90-е годы для вас какими остались? Потому что с разными людьми разговариваешь. И бизнесмены, особенно успешные, говорят, что это было очень крутое, свободное время. Кто так говорит, что это лихие 90-е, бандитизм? Для вас они какими сейчас остались? Ну, знаете, человеческая память устроена таким образом, что, в общем-то, остаются в основном хорошие воспоминания. И даже какие-то негативные моменты со временем окрашиваются в более позитивные краски. Я хочу сказать, что было все. Да, это были годы, с одной стороны, расцветы и подъемы. Бизнеса, в первую очередь. Поскольку до этого бизнеса, в принципе, не существовало. И мы стартовали с нулевой базы. Все, что импортное не привозилось, по сути, достаточно легко реализовывалось. Не было налогов. Изначально не было никаких налогов. Потом ввели 5-процентный, так называемый, горбачевский налог на импорт. Я не понял, как он точно назывался. И я помню, что мы возмущались, что как же так. И все равно были какие-то официальные схемы, как не платить полностью 5%. Хотя, в общем-то, сейчас мы понимаем, что 5% это как бы ниже нижнего. Ниже нижнего. Но просто когда не было налогов совсем, это было... Это было очень круто. Было круто. Но это были интересные годы. Наверное, потому что это были годы нашей совсем молодости. И все было новым. Это были лихие, называют лихими годами. Наверное, это отчасти так. Были определенные в этом плане сложности. Но, наверное, точно можно сказать, что бандитизма и преступных группировок в том виде, в каком они существовали тогда, уже точно нет. А вы сталкивались с ними постоянно? Не постоянно, но сталкивались. Что вы первое купили за заработанных денег? Я помню, что у меня была мечта, когда я пришел из армии, купить в виде магнитофона. Я вот только не помню, купил я его в результате. Нет, поскольку я начал их возить в огромном количестве. Наверное, в себе один я оставил в тот момент. Но были какие-то такие приземленные желания. Хотя... Джинсы? Когда я уходил в 86-м году в армию и вернулся оттуда, первое, что я себе купил, когда у меня появилась возможность, это штаны. Потому что у меня реально, у родителей не было возможности. В тот момент у нас были определенные проблемы, когда у меня появились деньги, я помню, что-то я купил себе одежду, потом купил себе что-то из электроники, потом купил себе машину. А вы из необеспеченной семьи, насколько я понимаю? Я был из достаточно обеспеченной семьи, но в тот момент отец мой, к сожалению, не работал, потом он еще и заболел, и в общем мы жили на зарплату одной мамы, поскольку у меня еще есть сестра, то в общем это были достаточно сложные времена. Бизнес был вынужденный историей? То есть вы не хотели заработать себе на Мерседесе? Нет, конечно хотел. Как только у меня появились деньги, я купил себе Мерседес. Достаточно, конечно. Он был белого цвета. В основном мы его просили на свадьбе. Аренда Мерседеса это была не подработка, это подружески все было? Это было не аренда, это было просто подружески. Это было просто подружески. Вы начали свой бизнес с своим другом Глебом Галлиным и двумя одноклассниками. Как вы тогда уже поняли, что можно полностью довериться человеку? Я говорю, конечно, о вопросе, как выбирать партнера правильно. Да, вот вы упомянули Глеба Галина и еще был один мой одноклассник Андрей Трусков, с кем мы проработали совместно 30 лет. 30 лет была компания в октябре этого года. Глеба, к сожалению, не стало. Будет 10 января 5 лет, как его уже нет. Он умер от рака. Выбирали мы себе партнеров и сотрудников исключительно по принципу на тот момент знакомства, лояльности, кто с кем учился, женился, условно пересекался. На тот момент не было хэдхантеров, не было бюро, куда можно было обратиться. А делать бизнес с друзьями вообще хорошая идея? Я думаю, что на тот момент не было альтернативы или выбора. С другой стороны, жизнь показывает, что когда ты находишься в отношении к своим друзьям в позиции старший партнер или начальник, это не способствует развитию дружеских отношений. А вы были как старший партнер или вы все были равными партнерами? Изначально мы были равными партнерами, потом ситуация немножко поменялась. Потом я привлек еще несколько своих друзей, однокурсников, которые стали моими младшими партнерами в разном бизнесе. А чем вас после электроники привлекло банковское дело? Вы знаете, все это было относительно случайно. Мы просто видели, сколько банки зарабатывали на компаниях типа наши, и нам показалось, что это интересное направление. Наверное, мы недооценивали сложность этого бизнеса. И, в общем-то, после того, как в 93-м году мы открыли Абсолютбанк, мы несколько лет были банком, который, по сути, не зарабатывал ничего. Только, наверное, уже в 2000-х мы начали достаточно серьезно развиваться, а потом готовиться к продаже. Наверное, вы знаете, мы в 2007-м продали Абсолютбанк бельгийской группе финансовой. Это же рекордная сделка среди российских банков за 1 миллиард. Вы его продали. Это стечение обстоятельств. Вам повезло со временем? Нет, нам однозначно повезло со временем. Мы целенаправленно готовились к этой сделке. Мы продали миноритарный пакет Всемирному банку. Таким образом, в общем-то, заручились определенной поддержкой и определенным качеством нашего актива. Когда мы посчитали, что это правильное время, мы смогли закрыть эту сделку. С точки зрения Абсолютной величины, наверное, это не самая большая сделка. А вот с точки зрения мультипликатора капитала, он там был порядка 5 с небольшим. Да, это была, наверное, одна из самых удачных сделок в банковском секторе. Как вы думаете, несколько лет спустя вы бы смогли повторить? Да нет, вы знаете, буквально мы закрыли сделку в июле 2007-го года, а в 2008-м году уже, вернее, нет, мы закрыли в июле, а в августе начался ипотечный кризис в Америке, и все начало, в общем-то, падать и катиться вниз. И я думаю, что если бы чуть-чуть мы опоздали, буквально несколько недель, то, наверное, эта сделка бы не состоялась. А в 2008-м году просто многие банки прекратили свое существование, когда начался кризис 2008-го года. Поэтому в этом плане нам сильно повезло. Вы следите за банком после того, как он перестал быть вашим активом? Да. По всему городу вывески, да? Да, 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 я знаю, что он там переходил из одних рук в другие. Я поддерживаю некие отношения с представителем правления, но активно мы с банком не сотрудничаем. Forbes Digest Да уж, друзья, заработать столько денег, чтобы вообще о них не думать, выйти из оперативного управления и посвятить себя благотворительности, оставаясь при этом в первой сотне списка Forbes, наверное, именно так выглядит мечта многих из наших зрителей. Понятное дело, что в компании Александра Светакова, существующей уже 30 лет, все отлажено как часы. Но до этого наверняка было совершено множество ошибок, о которых Александр тактично умолчал. Возьмем, например, недвижимость. Один из секторов, в котором компания Светакова имеет интересы там, любой звонок стоит очень больших денег. Не хотелось бы ошибиться и упустить такого дорогого клиента. Не правда ли? Конкуренция на рынке недвижимости огромная. Традиционно этот сектор один из лидеров среди рекламодателей. Но получить обращение в данном бизнесе – это лишь маленькая часть пути, поэтому пропустить, не обработать его или обработать некорректно – непростительная роскошь. 2020 год еще раз доказал, что хорошая коммуникация не только с клиентами, но и внутри команды – основа современного бизнеса. И сейчас я хочу рассказать предпринимателям о решении, которое поможет вашим сотрудникам общаться друг с другом и с клиентами на новом технологическом уровне, а вам сделать компанию более эффективной и прибыльной. Речь идет о MangaOffice – облачной платформе как для внешних, так и для внутренних коммуникаций. Вернемся к недвижимости. Вот задачи, которые легко решаются с помощью облачных сервисов MangaOffice. С помощью омниканальных инструментов вы сможете расширить воронку на входе, предоставив клиенту удобный способ связаться с компанией. Например, бесплатный звонок, чат, любимый мессенджер или соцсеть. Все текстовые обращения клиентов обрабатываются операторами в едином контакт-центре MangaOffice, а значит, клиенту не придется ждать ни минуты. Как только он написал или позвонил в компанию, ему сразу ответили. Важно не только предоставить клиенту удобный способ коммуникации, но и понять, с какой рекламы пришел каждый такой потенциальный клиент и сколько стоило его привлечь. Маркетинговые технологии MangaOffice могут оценить стоимость привлечения клиентов, которые обращаются в компанию разными способами. Это повышает качество и точность маркетинговой аналитики по сравнению с обычным колл-трекингом, который анализирует только звонки. Кроме того, маркетинговые технологии MangaOffice сводят воедино маркетинговые данные в одном окне и анализируют их автоматически, указывая маркетологу на проблемы в привлечении клиентов и рекомендуя, как перераспределить бюджет. Это особенно важно для больших компаний, где много данных и сложных проанализировать силами обычных людей. Все звонки будут своевременно обработаны, а процент пропущенных сведем к нулю благодаря гибким алгоритмам распределения. Звонки распределяются на свободных и наиболее подходящих данному клиенту операторов. В частности, ваш действующий клиент всегда попадет на своего персонального менеджера без ввода добавочных номеров, перенаправлений и ожиданий на линии. А если у клиентов пока нет персонального менеджера, то на последнего сотрудника, с кем он общался, чтобы не пришлось лишний раз повторять запрос. Это повышает лояльность клиентов и снижает лишнюю нагрузку на операторов. После завершения телефонного разговора можно автоматически отправлять визитную карточку консультанта в СМС. Также можно отправлять информацию о подтверждении бронеквартиры, измене цен на объекты, на которые подписан клиент, напоминание о встрече в отделе продаж, перенос записи и прочее. Повысить результативность каждого разговора помогают скрипты, подсказки, что сказать и когда продать всплывают на экране прямо во время разговора вашего сотрудника с клиентом. Все разговоры в экосистеме Manga Office записываются и сохраняются в вашей CRM и в личном кабинете. Вы сможете легко найти и проанализировать любой разговор, как сотрудники общаются с клиентами, как отрабатывают возражения, с какими конкурентами вас чаще всего сравнивают покупатели. Однако все записи физически прослушать сложно, и для решения этой проблемы есть сервис «Речевая аналитика». Она автоматически, без участия сотрудника, переведет аудиофайлы в текст, выделит нужные вам слова и смыслы, например, упоминание конкурентов, покажет отработку скрипта сотрудникам. Речевая аналитика может сравнить сотрудников друг с другом по десяткам показателей и выявить, почему у одних получается лучше, чем у других. В результате этот сервис может сэкономить вам сотни человекочасов работы менеджеров, добавить несколько десятков процентов в эффективности отработки звонков и получить кратное ускорение роста бизнеса. Еще один плюс сервиса – офисы продаж нередко располагаются рядом с жилыми комплексами и в удаленности от основного офиса и его инфраструктуры связи. С помощью облачной АТС офисы продаж можно телефонизировать всего за несколько минут. Менеджеры всегда будут находиться в едином коммуникационном пространстве с остальными сотрудниками компаний, что повышает скорость внутренних коммуникаций. Сюда же добавляется возможность онлайн-показа объектов. Используя защищенный корпоративный мессенджер Mango Talker, менеджер может скинуть клиенту ссылку на видеоконференцию и показать вживую интересующий объект, повысив вероятность успешной сделки. В общем, Mango Office позволяет вести все бизнес-коммуникации без лишних усилий и затрат на единой комплексной платформе профессиональных коммуникаций. И не только в недвижимости Mango Office пользуются 55 тысяч компаний из всех основных сфер бизнеса. Узнайте больше о возможностях Mango Office для вашего бизнеса, перейдя на сайт. Ссылка в описании под этим видео. Я про вас читал, что вы выработали себе правила, что вы две недели работаете, а две недели отдыхают. Это правда? Или врут? Ну, был такой этап, когда мне казалось, что это правильная схема. Так на самом деле, наверное, не получается. Но хотя я, наверное, могу себе позволить отдыхать несколько больше, чем это в среднем делают наши менеджеры. Но модель это, в общем, не жизнеспособная. Ну так, да нет. Так это, конечно, не работает. Ну, действительно, я когда-то много лет назад об этом говорил, что в идеале хотелось бы именно так. Просто, я думаю, все, кто там читают эту статью, думают, вот, надо же, как же так. Все говорят, что надо там упахиваться, работать сутками, там, по 13-14 часов. У вас был такой этап жизни? Был, конечно. Когда работали, там, по 12-13 часов, да? Да. И до какого момента вот это примерно делали? Ну, это было достаточно долго. Это все 90-е, наверное. И начало двухтысячных. Да, мы много работали. Мы никогда не считали, сколько это было по времени. Ведь работа же в бизнесе, она не только работа в офисе, да, но это беспрерывное общение с разными людьми, с партнерами, с контрагентами, с представителями власти. А вот как вы думаете, бизнес и политика, вот, это неразрывная вещь? Нужно концентрироваться на чем-то одном, мне кажется. Я имею в виду про профессиональную политику, да? Я не говорю о том, что не нужно иметь собственную гражданскую позицию взгляда, но я лично против того, чтобы, занимаясь бизнесом, я про себя сейчас говорю, да, там, участвовать еще и как профессиональный, там, политик, баллотироваться куда-то. Ну, предлагали, наверное, я думаю. Ну, был такой период, да, да, не без этого. И как, легко отказались? Да, я недолго думал на эту тему. Про вас тоже написано, что вы там состояние сколотили, в отличие от многих в 90-е, без залоговых аукционов и всего прочего. Это правда. Да, мы не участвуем. А как вы это оцениваете вообще? Да, я считаю, что они были правильными. Сейчас, спустя много лет, кажется, что это было продано за относительно небольшие деньги, но если посмотреть на состояние предприятий в тот момент, их долги и прочее, да, и, в общем-то, общее состояние в 90-х, то эти деньги не кажутся малыми. Сотни миллионов на тот момент были огромными деньгами. Нефть стоила, там, 9 долларов за баррель, потом 11. И, в общем-то, нельзя сказать, что это было сделано неправильно. А потом была задача декоммунизации, да, в стране. И важно, чтобы у крупного, среднего бизнеса появились собственники. И это было бы, как мне кажется, залогом трансформации нашей страны, да, из посткоммунистической в страну свободную. А вы в 96-м, кстати, боялись, что коммунисты победят на выборах? Да, боялся, да. Серьезно? То есть это было прямо настроение, что Дюганов может войти в парламент? Да, да. У Ельцина был очень низкий рейтинг на тот момент. И такая угроза была более чем явной. Вас как-то привлекали помогать партии, нет? Нет. Вас приглашали поучаствовать, а вы никогда не лезли в политику? Нет. Понимали, что это риски для бизнеса? Да нет, мне это было всегда неинтересно. Не в плане неинтересно, что происходит в стране, а в плане заниматься этим профессиональным. Мне кажется, что это... Но это вообще опасно для бизнесмена, вот, как вы считаете, в России? Так вот, с точки зрения, там, если от вектора отклониться, то можно, там, лишиться чего-то? Или это миф? Ну, это, наверное, зависит. У вас было известное в 90-е казино в нулевые, казино Мираж. Что это за бизнес? Вот, как вы думаете, сейчас был бы он актуален в России? И вообще, можно ли победить казино? Мы были финансовыми инвесторами, действительно. В этом предприятии, но это время прошло, и оно прошло безвозвратно. Ну, вам нравился этот бизнес, как вот что-нибудь, я не знаю, там, как юно, как какой-нибудь винный красивый бизнес? Нет, это, наверное, не самый лучший бизнес, которым стоит заниматься. А в онлайн-казино верите вообще? Да. Я, в принципе, верю вообще в онлайн, да, и вижу, как происходит трансформация, с какой скоростью вообще, да, рекламы, ну, вообще всего продвижения, и вообще будущее именно за этим, поэтому. В том числе, если говорить про казино, то онлайн-казино, за этим, я думаю. В начале 2000-х мы начали заниматься земельным банком, в общем-то, приобрели определенное количество земли. Я читал, что тысячи долларов за гектар стоило тогда. Ну, были разные, разные, разные цены, ну, наверное, это была стоимость где-то достаточно далеко от Москвы, но все равно, конечно, это были цены несопоставимые с теми ценами, которые есть даже сейчас, после того, как, если говорить в долларах, да, но... Я вчера так просто приуныл, когда готовился, тоже ваше читал интервью, что дом на Климашкино, в который вы инвестировали, неподалеку от нашего офиса, по себестоимости квадратный метр тогда стоил 660 долларов, да? Нет, это не себестоимость была, по этой цене мы продавали... Ну, своим. Своим, да, вот в том числе сотрудникам банка предлагали, я помню, по этой цене, а продавали мы там в районе 900 долларов в среднем за метр квадрат. Представляете? Да, а это еще доллар стоил 28 рублей, 30 рублей, это получается вообще 25 тысяч рублей квадратный метр. Ну, наверное, да. Много поменялось за это время. Да, недвижимость, получается, вы продали очень много недвижимости. Ну, мы продали, но при этом все равно у нас достаточно большой портфель недвижимости, мы являемся совладельцами экспостроя, это вот большой очень комплекс, да, у нас достаточно большой комплекс офисных зданий на Автозаводской. Потом в наших проектах, которые мы строим в Новой Москве, да, мы в том числе строим, там есть первые этажи офисные и неофисные помещения, да, которые мы сдаем в аренду, какие-то продаем из них. То есть это такой процесс, знаете, он не то, что мы выходим просто. И вот в последнем интервью, которое было в Форбсе, было написано, что мы из всего выходим. Мы выходим из-за, частично мы выходим из недвижимости, мы выходим или уже вышли из проектов, где у нас были миноритарные доли, но мы при этом концентрируемся сейчас на наших проектах, которые у нас миллионники. То, что мы строим в Новой Москве, это 2 миллиона метров переделки на ближнее, там 2 с лишним, это первый московский. И плюс сейчас мы начинаем два больших очень проекта в самой Москве, это рядом с Лужниками, на территории завода «Союз», инвестиции порядка 500 миллионов долларов. Это желание движимое будет? Да, это желание, 200 тысяч метров, включая офисные площади, там порядка 25% это офисы и остальное жилье, потом на Бадаевском заводе. У нас вторая площадка, которую мы сами разделили в свое время с Capital Group, они строят свою часть, мы будем строить свою. Где-то нам, конечно, повезло однозначно, но в этом и состоит как бы, да, в общем-то, смысл бизнеса, чтобы правильно оценивать ситуацию, да, и выходить из тех активов, которые уже, допустим, имеют стоимость, которая больше не вырастет, или переоценены даже в какой-то момент, да, и заходить в недооцененный актив. У вас столько было партнеров разных, я вот как-то слушал выступление Петра Авина, и он рассказывал про их отношения с Михаилом Фридманом. И у них, ну, они выглядят так достаточно, как приятели, хорошие друзья уже много лет. И Авин рассказывал, что это все понятно, дружба это дружба. Но он сказал, что у них между друг другом вот такая просто папка обязательств, там, договоренностей друг перед другом. У вас так же было это обязательно, как вы считаете, если делаешь вот... Нет, но... Даже бизнес, там, с друзьями, условно говоря. Ну, так делать бизнес с друзьями еще сложнее, поскольку, да, именно дружеские отношения, они накладывают определенные рамки, и ты находишься в определенных границах, да, и это нормально, находиться в приятельских или дружеских отношениях, но при этом иметь проговоренное, а лучше прописанное обязательство, потому что время идет, и люди начинают просто иногда забывать, да, и ко мне это так же относится, да, договоренности, положенные на бумагу, мне кажется, они работают и напоминают тем, кто что-то забыл. Я не про себя сейчас говорю вообще в принципе, да, и что это правильно. Это правильно. Вы поддерживаете отношения с партнерами, с которыми перестали работать вместе? Да, с кем-то поддерживаю, с кем-то даже дружу. Удачно получается это вот сделать? Ну, с кем-то удачно, с кем-то нет, с кем-то мы разошлись, поддерживаем отношения, с кем-то разошлись, потому что у нас было непонимание или какие-то проблемы. Это нормально. Но вообще хочу сказать, что у нас не было другого выбора, когда мы начинали, поэтому мы работали с друзьями, да, и в общем деньги, бизнес не делают дружеские отношения никому крепче. Это как правило? Когда ты начальник, а пусть твои младшие партнеры, в каком смысле там твои подчиненные, но у нас тогда, мы тогда думали другими категориями, да, когда не было специалистов, не было экономистов, не было бухгалтеров, и, в общем-то, мы все делали, по сути, сами, очень многое делали сами, и, конечно, если посмотреть, как развивались различные группы, большие крупные группы, ну вот Альфу, например, привели в пример, да, они все вместе либо учились, либо работали в какой-то момент, да, кто откуда, может быть, можно и с друзьями, но сейчас действительно вопрос лояльности, он всегда, конечно, был важным вопросом, но нужны специалисты, и это, кстати, касательно наших детей, да, я говорил об этом неоднократно, что наши дети уже сейчас подросли, и в таком возрасте, когда они уже, в принципе, получив образование, хорошее образование, могли бы там работать в наших компаниях, но вот лично я считаю, что для того, чтобы работать там, допустим, в нашей группе, да, нужно пройти и получить определенный опыт, там, поработать где-то в других местах, тогда только будучи конкурентоспособным, там, условно, да, приходить и пытаться получить то или иное место в организации, а не только по праву родства, да, приходить и начинать управлять людьми. Люди, даже если это там твой сын, не будут, не будут уважать, мне кажется. Ужасно. Если ты сам из себя ничего не представляешь. Но я знаю, что когда ваши дети ходили на стажировку в вашей компании, то они делали это инкогнито под другими фамилиями. Да, это действительно так, но мне кажется, что это правильная практика. Не должны руководители подразделений знать, что это за сотрудники, и к ним не должно быть никакого другого отношения. Вы их балуете деньгами? Ну нет, сейчас точно нет. Деньги портят детей, вообще людей, как считаете? Да, деньги, наверное, никого не сделали лучше. Серьезно? Да. Они некоторых не сделали хуже, но я абсолютно уверен в том, что они лучше никого не сделали. Если один из ваших детей захочет стать бизнесменом, вы будете его поддерживать? Ну если кто-то из детей захочет, я точно не буду этому препятствовать, и, конечно, поддержу его. Но поддержу его, наверное, советом, своими знаниями, каким-то опытом. Но ни в коей мере не инвестициями. Александр, вот когда приходишь на интервью в различные кабинеты крупных бизнесменов, там можно чаще встретить какие-нибудь портреты, что-нибудь такое пафосное, золотое. У вас стоит серф. Что это? Это просто модный декор или вы увлекаетесь? Нет, я катаюсь, а эта доска мне подарил производитель, канадский производитель снегоходов, самолетов и прочего оборудования. И она мне напоминает о моих путешествиях. В России, мне кажется, серфинг стал популярен там несколько лет назад. Вы когда к этому пришли? В каком возрасте? Ну, мне было почти 40 лет. Это было лет 13-14 назад, когда я понял, что я хочу осуществить свою мечту, которая у меня была еще с молодости. Но я предпринимал пару попыток. Обе были неудачных. В ЮАР я чуть не утонул первый раз. Потом на Бали чуть шею не сломал в 95-м году. И в какой-то момент, взяв правильных тренеров, я немножко научился кататься. В одном интервью вы говорили, что в какое-то время вам требовался бронированный Мерседес. Мы понимаем, что это из соображений безопасности. Но вот это, это вообще же небезопасно. Это экстрим, это риск. Это действительно травматичный и опасный вид спорта. Но при этом для меня это, наверное, самый, самый любимый, самый интригующий. И вообще, я очень люблю серфин. Когда ты находишься на волне, у тебя нет возможности думать ни о бизнесе, ни о чем другом. Ты должен смотреть на волны, которые идут на тебя, и думать только о том, как сначала взять эту волну, потом как не упасть с этой волны. А если ты упал, то как выгрести обратно на волну. Поэтому, да, этот вид спорта, он точно в хорошем смысле промывает и голову, и ненужные мысли. Расскажите про ваш стартап Маффин. Что это за проект Финтех? Ну, по сути, да. Да, это наш новый проект. Я уже сказал, мы концентрируемся на наших девелоперских проектах и на земельном банке. И если говорить про финансовый сектор, то мы до сих пор в нем присутствуем. Во-первых, нам принадлежит одна из крупных компаний по управлению активами, Asset Management, это Эверест. Она входит, наверное, в пятерку крупнейших в стране. И мы представлены в страховом бизнесе, нам принадлежит компания Абсолют Страхование, на базе которой мы начали развивать эту платформу, платформу Маффин. Основная идея была в том, что любой владелец машины мог в течение нескольких минут сфотографировать собственную машину, отправить. То есть ввести данные, отправить эти данные нам, отправить фотографии и в течение пару часов получить страховку КАСКО или ОСАГО. И мы в этом плане, наверное, были первыми на рынке. И помимо того, что ты получаешь эту страховку, ты получаешь уникальную цену. То есть если ты наш клиент, нас устраивают те критерии, по которым мы принимаем решение положительное, то эта цена, она отличалась от средней рыночной цены процентов на 25. И отличается на сегодняшний день в том числе, если клиент попадает в нашу целевую аудиторию. Сейчас мы решили пойти дальше и, в общем-то, на базе Маффина создать некий маркетплейс, который бы предлагал не только возможность страхования транспорта, но и широкий спектр различного вида страхований. Поскольку мы строим недвижимость, мы, соответственно, заинтересованы в том, чтобы именно у нас люди. А мы продаем, мы третий, по-моему, сейчас я смотрел, по продаже, по продажам в Новой Москве в этом году. Это же еще и парковочные места все. Ну, это масса всего, это недвижимость, не знаю, подойдем ли мы к страхованию жизни таким образом, но, в общем, я верю в то, что именно в онлайне, в конечном итоге все уйдет в это все, в онлайне. Мы сейчас над этим, мы работаем над стратегией, думаю, скоро ее представим весной. Вспомнил вот это слово, любимая Германа Грефа, экосистему строите, короче говоря. Ну, по сути, мини, да, экосистема, да, связанная со страхованием. Мне кажется, что за этим будущее однозначно, в том числе, страхование. И надо добавить, что мы уже вложили там более 30 миллионов долларов на сегодняшний день, и планируем еще такого же порядка деньги вложить. Но это можно назвать стартапом, вот, мафианом? Да, да. А вообще как вот вы относитесь к стартапам, к стартаперам? Я отношусь к ним с высоким уважением. Ну, то есть это совершенно не вы, которые там зарабатывали. Но при этом я понимаю прекрасно, да, что конверсия, да, положительных результатов, она достаточно невысокая. И попасть в точку очень сложно, да, то есть инвестируют многие, а знаем мы об успешных, так сказать, кейсах не так. И не в очень большом количестве, поэтому... Нет, ну, знаете, нельзя сказать, что мы брали какие-то темы, уже заезженные, на них зарабатывали. Вы знаете, когда мы приняли решение в 2004 году, например, продать банк, мы должны были определиться, на чем мы должны сконцентрироваться. И мы сконцентрировались на тот момент на ипотеке и на автокредитовании. И когда мы продавали банк, да, это на тот момент, в 2007 году, это были наиболее такие востребованные темы, драйверы, там, роста банков, да. Потому что когда мы начинали, по сути, ипотеки не было вообще, да. Когда мы продавали банк, мы входили, там, в пятерку, по-моему, среди всех банков, будучи, на самом деле, там, всего 30, там, каким-то банком в рейтинге. А при этом были в пятерке и по ипотеке, и в десятке, там, по автокредитованию. Ну, поэтому, в общем-то, мы так успешно сделали эту сделку. А вас атакуют молодые стартаперы со своими проектами? Как вы вообще открыты к таким людям? Нет, я, честно говоря, сейчас не трачу на это время, потому что любой стартап, это, значит, глубокое погружение в тему. Ну, то есть, дал денег и забыл, а это не будет работать? Мы этим не занимаемся. Ну, вот вы вот лично в это не верите, что так вот не бывает? Нет, бывает, но редко. А бизнес вас вообще сейчас интересует? Вы знаете, наверное, меня в большей степени на сегодняшний день интересует тот бизнес, который имеет какие-то социальные основы и какую-то социальную подоплеку. Но вообще, в основном, я занимаюсь вопросами, связанными с развитием благотворительного сектора. И это, наверное, наиболее интересно для меня. Это для меня представляет какой-то серьезный драйв. Со стороны кажется, что, наоборот, бизнес – это драйв. Ну, когда вы им занимались на протяжении, там, десятилетий, и, в общем-то, по большому счету, да, это могут быть разные сектора, это могут быть разные люди, но так, в общем-то, любой бизнес – это извлечение прибыли. Меня зарабатывание денег, как-то таковое, в общем-то, особо не интересует. Когда случился этот момент, когда зарабатывание денег перестало приносить удовольствие? Всему свое время, знаете, ну, почти 30 лет я занимался этим, а в последнее время я занимаюсь благотворительными проектами в основном, и это для меня наибольшая, так сказать, ценность. Я считаю, что я зарабатывал эти деньги, да, для чего? Для того, чтобы в конечном итоге как-то ими распорядиться. Я хочу им распорядиться при жизни, и хочу их истратить на благотворительные проекты. Вы это в один день как-то приняли решение? Нет, конечно, это такая серьезная трансформация сознания, к этому нужно прийти. А был какой-то триггер? Ну, да, в том числе, вот, один из триггеров была смерть моего партнера, да, бывшего партнера, который ушел из жизни и, к сожалению, имел определенные планы. И это так произошло быстро, что он даже не смог каких-то четких указаний относительно и денег, и активов, которые у него. Все досталось его семье, а единственное, что он говорил мне в общем о том, что он хотел бы потратить деньги на благотворительность. Благотворительность в какой-то своей части, и его жена в дальнейшем приняла решение треть от денег, которые были получены в качестве реализации его активов, за его активы. И они пошли на благотворительность. Александр, мы в полутора часах от Москвы под Подольском. Ехали сюда по заснеженной трассе и ехали как будто в какой-то эко-отель, куда приезжают люди, чтобы сбросить въезд, там отдохнуть от стресса. Но это приют. Я не раз слышал в свой адрес, в том числе вопрос, когда в стране ситуация непростая, и многим нашим людям приходится тяжело. Почему я трачу на это деньги, и стратил эти деньги. Но я хотел бы сказать, что основное направление нашей благотворительной деятельности – это дети. Дети – это семьи. И бюджет, например, этого проекта, он составляет примерно всего 2% от нашего общего бюджета по благотворительности. Мне приходится датировать, естественно, всю эту историю, хотя есть жертвователи, у нас есть те, кто жертвует на постоянной основе. У нас есть корпоратин, корпоративные жертвователи, но все равно большую часть денег пока мне приходится финансировать самому. И вот два слова я хотел сказать, как мы к этому пришли. Ну, в любой семье всегда есть какое-то разделение. Кто-то спокойно относится к животным, кто-то больше любит собак, кто-то больше кошек. Так и в нашей семье, часть семьи не просто любит животных, а животных любят, наверное, больше, чем людей. Чем больше любишь людей, тем больше любишь животных. Примерно из этой истории. Я не скрою, что моя семья сподвигла меня к этому проекту. У меня сестра с детства приносила животных домой, к сожалению. Возможно, их брать не было, но как только я ушел в армию, она тут же притащила кошку и каким-то образом убедила родителей ее оставить. И поэтому вот как бы откуда растут ноги. Я считаю, что это очень классный проект. Мне самому он очень нравится. Я считаю, что... Я уже об этом много раз говорил, что это очень правильная тема, особенно для детей. Поскольку мы здесь занимаемся не только реабилитацией, спасением, пристройством, но и мне кажется, что одна из основных тем это воспитание гуманного отношения к животным и через животным. В общем-то, гуманного отношения к природе, к людям, ко всему. И все это идет из детства. И если в детстве этого не делать, то взрослым уже сложно, мне кажется, сложно этому научиться, если этого нет. В первом полугодии ваш фонд «Абсолют помощь» провел два грантовых конкурса для поддержки благотворительных организаций ИНКО в период кризиса. Совокупный бюджет, как мы понимаем, около 600 миллионов рублей. Готовитесь ли вы объявлять новые конкурсы? Потому что пандемия, кажется, не кончится. К сожалению, да. Да, готовимся. Мы, как фонд, занимаемся прямой адресной помощью. И мы начинали с этого. Это сотни детей каждый год, которым мы помогаем. Это дети, которые попали в трудную жизненную ситуацию. Это в основном инвалиды. Вы, наверное, знаете, что у нас есть большой проект, связанный со школой, где у нас учатся тоже дети с особенностями. Правда, в этой школе учатся и обычные дети. И мы пошли по пути инклюзии, считаем это единственным правильным направлением по работе с детьми с особенностями. Но очень сложно в одном фонде попытаться воплотить и реализовать большое количество программ. Мы смогли поддержать во время пандемии целый ряд фондов. И основная задача – это не просто дать им в руки деньги для того, чтобы они могли осуществлять свою деятельность. С помощью этих денег помочь им выстроить работу таким образом, чтобы эти фонды, в общем-то, были максимально независимыми в дальнейшем. Сами могли зарабатывать в каких-то случаях. А какая у вас непосредственно там задача сейчас? Ну, я занимаюсь исключительно стратегией. Второй наш грант, который как раз мы провели во время локдауна, он был направлен на то, чтобы те фонды, которые оказались в условиях невозможности работы с детьми непосредственно, смогли в техническом плане начать работать дистанционно. И оказалось, что таким образом они могут дотянуться до тех детей, до которых раньше в принципе не могли дотянуться. То есть для детей, которые находились в регионах, например, у которых по разным причинам не могли приехать в Москву, получить либо в этих регионах не было адекватной помощи для них. И это, в общем-то, новое большое поле. И мы поняли, что не бывает худо без добра. То есть сейчас многие фонды знают и умеют, как работать дистанционно, как пользоваться компьютерной и прочей техникой для этого. И семьи получили многие, да. Личную помощь? Ну, в прямом объеме. Да, приходилось иногда, и приходится, да, именно и семьям, так сказать, обеспечивать возможность этот либо компьютер, либо iPad, либо что-то еще, для того, чтобы они могли дистанционно работать с педагогами, с врачами. Вы выстраиваете это как бизнес-модель тоже некоторую? Вы думаете, что благотворительные фонды в России могут зарабатывать деньги в перспективе? Да, однозначно. И я считаю, что они не все должны этим заниматься, потому что есть направления, где нет коммерческих услуг, но есть направления, где такие услуги могут быть сопутствующими для тех, кто может заплатить, да, или фонды делают и продают свой мерчандайз, да, и таким образом, с своими логотипами, с своими слоганами, и таким образом зарабатывают для себя деньги. И это абсолютно нормально, это уже давно, так сказать, апробировано и признано во всем мире. Александр, как вы считаете вообще, может эта история операционно быть стабильной, прибыльной без вашего финансирования в дальнейшем? Да, я считаю, да. Количество людей, которые на постоянной основе жертвуют, небольшие суммы, но жертвуют, оно растет. Количество подписчиков постоянных, вообще сообщества, количество волонтеров. Я уверен в том, что, ну, это займет еще, может быть, несколько лет, но в конечном итоге задача состоит в том, чтобы он был, как бы, окупаемым, да, самоокупаемым. Ну, в том числе и за счет, есть доходная часть, мы продаем там мерчандайзинг, мы со стороны, вы видели, да, клиника, здесь есть гостиница, да, для животных. То есть люди могут, уезжая там в отпуск или еще куда-то, по каким-то различным делам оставить здесь животное, и потом приехать и забрать его, и у нас очень хорошая в этом плане репутация. И еще у нас в гостинице это практически заполнено всегда. То есть вы считаете, что возможно сделать так, чтобы в дальнейшем там свержание, заплата сотрудника? Да, я надеюсь, что через три года это будет в районе нуля. Ага, через три года уже? Да. Это только вот в конкретную юно-проекте? Да. Основное количество животных сюда попадает, их подбрасывают, и в этом есть определенная проблема. То есть приезжают люди на своих собственных машинах, оставляют коробку, прям видя камеру, бросают коробку, зная, что мы увидим, да, эти животные, и уезжают. Юно-это типичный британский приют или нет? Нет, конечно, это не типичный британский приют, но основную идеологию, да, логистику что ли, да, мы, в общем-то, взяли, использовали их опыт. И в том числе мы нанимали англичан, для того, чтобы они нас консультировали, и по проекту в том числе. Вот. А здесь вы можете увидеть вот кошечек, которые сидят, здороваются с нами. Дети не обиделись на то, что вы большую часть денег хотите потратить при жизни? Не было у вас такого сложного разговора? Так получилось, что мы, я дал им журнал, в котором была статья, где было написано, что никому ничего, как в том анекдоте, и они по очереди прочитали эту статью. У нас не принято обсуждать такие темы, и я считаю, что это моя прерогатива распоряжаться деньгами, которые я заработал. Если они когда-то что-то и получат, то это будет какая-то несущественная часть от того, что я смог заработать. Я считаю, что я должен им и дал уже многим самое главное образование хорошее, дальше они должны двигаться самостоятельно. А вы, пожалуйста. Иначе, мне кажется, что вряд ли из них получатся настоящие бизнесмены, если они хотят быть бизнесменами. Какие вы плюсы можете выделить от английского образования? В чем все-таки его сила? За что его так уважают? Вы знаете, я сегодня как раз получил по WhatsApp сообщение от хедмастера Брайтон колледжа, в котором учились двое моих сыновей о том, что Брайтон колледж стал лучшей школой десятилетия по версии одной из крупных английских газет, что, конечно, и мне в том числе приятно, потому что мои дети закончили эту школу, когда они пришли в эту школу, она была в районе 50-й в рейтинге английской школы, а когда они заканчивали, она была 5-й. Это во многом благодаря директору, очень во многом, да, он очень амбициозный, очень умный человек, он добился больших результатов. На сегодняшний день филиалы Брайтон колледжа есть на всех, по-моему, континентах. В чем преимущество? Ну, преимущество, наверное, в том, что столетиями накапливался определенный опыт в определенной системности, в определенном подходе. Мы должны учиться просто этому. Многие еще говорят, что английское образование, boarding schools, они уравнивают всех детей между собой. То есть там не важно, кто твой папа, не важно из какой ты страны, не важно, сколько денег на твоем счету. Это правда. Взять наши какие-нибудь престижные школы. Дети ездят с водителями на Бентли, на Роллс-Ройсах. А в английской школе все одинаково. С дурным тоном приехать на дорогой машине к воротам школы, да, тем более на Бентли. У меня никогда не было ни Бентли, ни Роллс-Ройс. Но никто за это больше точно уважает. Я имею в виду, ребенка не будет, а наоборот, то, что можно было бы взять нам, в том числе на вооружение. Мне кажется, что дети должны оцениваться по уровню их знаний, по отношению, а не по тому, кто их родители, какая у них фамилия. Не должно быть такого классового, не знаю, никакого расслоения между детьми. Вы отчасти отправили их учиться в Англию, чтобы фамилия ваша не давила. Они учились в России, причем старший учился, по-моему, до 14 лет. Младшие учились до 10 лет, потом они поучились в Англии. Но все они хотят жить в России при этом. То есть старший отучился, закончил университет, поработал немного в Англии и вернулся в Россию. Два сына у меня учатся. Но сейчас учатся на дистанционном обучении, но тоже планируют жить и работать в России. Где вы сейчас видите миллиардные прибыли в России? Вот как вы думаете, условно говоря, 18-летний парень, 20-летний парень. Вы нашли тогда калькуляторы, возможность привозить технику. Где сейчас вот эти возможности? Ну, я думаю, что то, что мы с вами обсуждали, стартапы, да, и стартапы именно онлайн. А вы из-за пандемии как-то ценности переоценили в жизни? Вот многие там говорят о том, что начали по-другому смотреть на собственное здоровье, начали по-другому смотреть на какие-то там более базовые какие-то вещи, то есть... Нет, но было бы странно, наверное, если бы какая-то переоценка там у каждого из нас не произошла, потому что мы все читали там про испанку, да, мы знаем цифры, но все это было как бы далеко сто лет назад. И реально это было. И да, и мы знаем, что погибало и в общем сопоставимое количество людей там. И погибло, например, больше всего от религиозных войн в мире, хотя испанку внесло почти до 100 миллионов человек, что на тот момент было огромным, в общем-то, количеством, да. Никто не знает, сколько унесет эта пандемия, но, конечно, было время и подумать, и, конечно, мы живем просто теперь в другом мире, мне кажется. И мы должны понимать хрупкость человеческой жизни, и в том, что, в общем-то, стихии, да, и что мы, в общем, пришли сюда, но пришли в любом случае ненадолго и должны ценить то, что имеем, да, и, в общем, не играть ни с природой серьезной, ни с жизнью. У вас был момент, когда вот вы поняли, что вы цените, что имеете? Такой вот прям какой-то... Да нет, я всегда в общем-то так относился с пониманием, да. Самое важное, что мы имеем, это то, что нас окружает, я имею в виду, что нас окружает вот наш мир, да, нас окружают наши близкие, и это самое главное, да, и об этом надо в первую очередь думать, во вторую, наверное, там, об активах, куда зашел, куда вышел. Это важно, но это по сравнению с жизнью человеческой, это второстепенно, на мой взгляд. А вас много обманывали вообще? Да. И что потом? Вот, наверное, потом в Юну гораздо приятнее приезжать, общаться с животными, да? 100%. Я вообще достаточно доверчивый человек, это мое, так сказать, качество, которое, наверное, не должно, не должно присутствовать у бизнесмены. Да, серьезно? Доверяй, но проверяй. Наверное, все-таки надо сходить из этого, а не слепо доверять. А что вы можете сейчас посоветовать нашим зрителям, которые тоже, может быть, хотят стать предпринимателями, успешными бизнесменами, вот в это непростое время? Какими качествами, может быть, нужно обладать? Я бы, наверное, посоветовал им, если они хотят стать бизнесменами, взять и попробовать. Потому что попытка – это не пытка. Я думаю, что у многих это точно получится. Потому что основное – это страх. Страх именно начать попробовать, и у тебя это не получится. Это может не получиться, может не получиться. Но если у тебя есть четкое желание, четкое понимание, что ты хочешь в этом направлении двигаться, то рано или поздно, я думаю, это получится. Читал ваше интервью, что надо быть сильным, жестким, и это принципиально в России. Может быть, я когда-то это и говорил, но времена, не то что они меняются, но мне кажется, тут важно не физически это быть сильным, а быть сильным морально. Мы же не мешки таскаем, конечно, и не коробки с электроникой. Хотя это пришлось делать на начальном этапе. А нишу какую-нибудь видите сейчас? Куда бы сейчас посоветовали посмотреть своим взглядом? Если не брать какие-то системообразующие, отрасли, которые требуют каких-то огромных инвестиций, всегда есть определенная ниша и поле для деятельности. Всегда. И если ты создал хороший продукт, и он является конкурентоспособным, даже на стагнирующем рынке, всегда есть возможность получить свою нишу, получить свою долю рынка. Ну, конечно, сейчас многие смотрят на стартап, на финтех, на серьезных возможностях на сегодняшний день. У нас в нашей молодежи очень хорошие мозги, мне кажется. В разгар локдауна, когда еще России не были видны никакие меры, там, февраль, везде в социальных сетях молодые люди ринулись продавать, перепродавать маски, искать, где их купить, чтобы чуть-чуть навариться. Вот вы бы, будь вам 18 лет, в 2020 году, вы бы стали это делать? Ну, маски, наверное, перепродавать. Наверное, может быть, и не очень правильно импортировать, если там была бы такая возможность из Сингапура, да? Наверное, бы я стал. Тем более, они были в определенный момент действительно нужны. Спасибо за интервью, Александр. Было интересно. Друзья, с вами был Forbes Digest. Большое спасибо за просмотр. Пишите комментарии под этим видео. Может быть, предлагайте нам героев из списка Forbes. Желательно не самых популярных, о которых мы знаем и сами, а кого-нибудь пооригинальней. Пока-пока. Следите за обновлениями. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!